Я вас приветствую, многоуважаемые подписчики, а также те, кто зашёл на мой канал совершенно случайно, набрёл, так сказать, сначала здесь небольшой общий, так сказать, обзор и взгляд, а далее очень тонкая тема задержки радиосигналов и о том, как астроноты в переговорах постоянно лажали. Приятного просмотра! Сейчас, когда через интернет стали доступны фотографии НАСА, вдруг многие с ужасом увидели, что большинство фотографий фейковые. То есть это либо съёмка каких-то макетов, кукол или реальных людей на фоне большого экрана, но не на Луне. То есть что это съёмка в павильоне. Есть очень много фактов, которые говорят, что это именно павильонная съёмка, а не съёмка в условиях глубокого вакуума. Сторонники теории фальсификации считают, Национальное космическое агентство США действительно очень долго работало над межпланетным кораблём. Но все попытки лунного десанта потерпели фиаско. И в итоге пришлось обойтись фальшивкой. Ракета Сатурн-5. Здесь настоящая лунная ракета не была создана. Вместо Сатурна сделали макет ракеты. Это принятая практика. То есть она имеет те же габариты, но мощность гораздо-гораздо меньше. И такая ракета не могла выйти даже на орбиту. Она могла долететь, скрыться с глаз долой, эффектно стартовав, и упасть в Атлантику. Это был вопрос престижа государства. Мы, конечно, выступили первыми и очень даже успешно. Настолько успешно, что американцы просто чуть не лопнули от зависти. В ответ штаты бросили колоссальные средства на лунную программу. Стартом лунной американской программы стала речь президента Джона Кеннеди. Он ставил задачу покорения Луны исключительно как политическую. Это был период, когда Советский Союз обгонял американцев по всем фронтам. В своих расчетах оптимальной траектории полета на Луну американские ученые использовали формулу советского основоположника космонавтики Юрия Кондратюка. Еще в 20-е годы прошлого века он на собственные деньги издал книгу, где детально описывал полет на Луну. И в библиотеке Конгресса США был организован специальный отдел, куда собрали всю российскую и советскую литературу по Луне и перевели. Но когда ее перевели, когда вот американцы прочитали, и американцы сами называют, что это орбита Кондратюка. Никто не сомневается. Автоматические американские станции были на Луне. Но вот были ли там люди? Астронавты, по мнению скептиков, лишь разыграли свое присутствие на искусственном спутнике Земли, используя реальные фотографии. Взгляните внимательно на лунный модуль. Он слишком мал не то, что для трех, а даже для двух человек. Два астронавта в скафандрах туда внутрь поместиться никак не могут. Если мы посмотрим внутренне, что находится внутри модуля, то уместить туда еще двух человек фактически невозможно. Они не смогут там развернуться никак. А им нужно входить, выходить. Потом через люк им нужно было к командному модулю пристыковаться. Какой бы мы этап не взяли, взлет с Земли, стыковка, приземление, высадка на Луну, мы везде видим, что все это не настоящее. И куда уж на таких фотографиях без монтажа? Вот этот вот флаг и отражение в шлеме – это другая фотография. Здесь монтаж двух фотографий. Если мы изменим яркость, то увидим границы маски. Это вот один снимок, это второй. То есть этот снимок показывает механизм, как создавались американские некоторые вот эти снимки Аполлоновские. Что это монтаж двух кадров, снятых в двух разных объектах, в разных местах совершенно. Еще одна претензия – отсутствие звезд. Их должно быть хорошо видно. Партия отказалась от дорогостоящей программы и переключилась на земные дела. А американцы тем временем демонстрировали почти 400 килограммов лунного грунта, которые они якобы доставили на Землю. Но далеко не все этому верят. Они маленькие камешки, вот эти маленькие, стали запаковывать в шары такие, которые нельзя разбирать. И в таком виде демонстрируют их в музее. Поэтому никто не знает, то ли это действительно лунный грунт, то ли это просто обыкновенные метеориты, но с Луны. Лунные метеориты, которые были найдены, например, в Антарктиде. О смертях американских астронавтов у некоторых экспертов особое мнение. Так правительство США заранее начало подготовку к фальсификации полета. В 1967 году погибли 11 человек. В то время как за предыдущие три года всего три человека. Вот такой резкий всплеск смертности указывает на то, что, видимо, среди отряда астронавтов проводилась чистка. Убирали незагласных, болтливых, ну, наверное, в сеть. И, может быть, стоит еще добавить, что убийство по политическим мотивам в Америке и сегодня, и тогда вещь была совершенно обычная. Во время полета на Луну американцы транслировали прямой сигнал из космоса. Трансляция шла через американское космическое агентство. Они разрешили миру знакомиться с полетами на Луну только через НАСА, только по той информации, которая представляет НАСА. А когда наши радиоразведительные суда постарались проверить, по той ли трассе, что, говорит, НАСА летят якобы лунные ракеты, то американцы мобилизовали свой военный флот 15 кораблей, самолеты радиопомех, радиоэлектронные станции помех и всячески глушили работу наших радиосудов. Правительство США не пожалело денег, чтобы заглушить все посторонние сигналы. На фоновую завесу было потрачено 230 миллионов долларов. Но как же быть с киносъемками? Почему камера, которая должна быть статична, так трясется? Это видно, что снимали в павильоне, специально ударяли по штативу, чтобы камера тряслась сильно. И снимали на скорости порядка 60 кадров в секунду, чтобы потом замедлить. И все движения, как бы пыль, реголит, лунная пыль вылетает из-под колес так в замедленном действии, как будто бы действие происходит на Луне. Почему кадры экспедиции «Аполлон-16» выглядят так неестественно? Если внимательно приглядеться к этому видео, то можно заметить, что на самом деле снимается небольшая модель, радиоуправляемая, на которой сидит кукла сантиметров 30. И эта кукла все время держит руку неподвижной. Вот так вот. И главный аргумент. Американцы в постановочном фильме о полете на Луну так и не смогли изобразить лунное притяжение. Вот так вот должен бы прыгать астронавт на Луне. То есть выше своего роста где-то в два раза. Видите, метр на два с половиной. Ну, если не в два, то... А это вот так прыгает человек на Земле. Вопрос, который так и остался без ответа, это неожиданное увольнение генерального конструктора НАСА Вернера фон Брауна. Не прошло и трех лет после запуска на Луну, как его выставили за дверь космического агентства. Я думаю, что фон Брауна, поскольку он не смог сделать эту ракету лунную, некоторое время использовали как свадебную генерала на церемонии встречи астронавтов. А затем, когда он стал не нужен, уволили. И это, как настоящий конструктор, он не мог не мечтать о том, чтобы сделать настоящую ракету для настоящего полета на Луну. А кому нужны такие работы? Опять пойдут испытания, пойдут взрывы, развалы ракет. Это расходилось с интересами элиты США. Успокаивает одно. Ни одна страна еще не добилась выдающихся результатов, чтобы говорить о полетах в космос, как о путешествии хотя бы в космос. При расстоянии от Луны до Земли 384 тысячи километров и скорости света 300 тысяч километров в секунду, свету требуется 1,25 секунды для прохождения этого расстояния. Значит, время передачи радиоволн с Земли до Луны или обратно не может быть меньше 1,25 секунды, чуть больше, так как волны могут немного замедляться в атмосфере. Но мы этим пренебрежем. Некоторые считают, что в разговоре между астронавтами и Хьюстоном задержка между фразами в диалоге должна быть 1,25 секунды, то есть между вопросом астронавта и ответом оператора на Земле и между вопросом оператора и ответом астронавта. Но это не так, так как ответ астронавта записывается не тогда, когда он уходит с Луны, а когда прибывает на Землю. Следовательно, на записи между вопросом астронавта и ответом оператора в Хьюстоне нет задержки. С другой стороны, между вопросом оператора в Хьюстоне и ответом астронавта должно пройти двойное время путешествия сигнала с Земли до Луны. Действительно, вопросу оператора требуется 1,25 секунды, чтобы достичь астронавта. Астронавт слышит вопрос и отвечает. Нужно еще 1,25 секунды, чтобы ответ достиг Хьюстон, где он записывается. Значит, между записанным вопросом оператора и записанным ответом астронавта должно пройти 2,5 секунды, а не 1,25 секунды. Это абсолютный минимум. Фактически задержка должна быть более 3 секунд. Если посмотреть диалог между Хьюстоном, Паркер и астронавтами, можно видеть, что когда Паркер говорит, астронавты отвечают не ранее, чем через 3 секунды после того, как Паркер умолкает. Эта задержка должна присутствовать всегда, потому что если бы ее не было, это означало бы, что астронавты ближе к Хьюстону и полет на Луну фальшивый. Я наткнулся на интересную веб-страничку, написанную человеком, который не был изначально сторонником теории заговора, христианским консерватором, который считал конспирологов чокнутыми. Он называл их аргументы глупыми и легко опровергаемыми. Для него они были невежественными людьми, отрицающими величайший героизм. Но когда он увидел задержки передачи, это заставило его сомневаться, действительно ли конспирологи не правы. В переговорах Аполлона 11-го Хьюстон говорит Коллинзу, который находится в командном модуле. Думаю, ты единственный, у кого нет телевизионной трансляции. И Коллинз отвечает, ничего, я не против. Проблема в том, что в оригинальной прямой передаче диаграмма проведена. Коллинз отвечает через 1,07 секунды после реплики Хьюстона. Но в новой, улучшенной версии НАСА, эта аномалия была скорректирована, и НАСА добавила заполнение, таким образом, что ответ Коллинза теперь приходит с нормальной задержкой. Но все странно, перед ответом Коллинза появляется эхо, которое точно соответствует задержке передачи, как если бы это была отметка, куда поместили ответ Коллинза, или скорее актера, игравшего Коллинза. Теперь те, кто слушал последнюю версию записи и не слышал оригинальной, могут подумать, что проблема задержки передачи не существует. Чего еще мы могли бы ожидать от аферистов НАСА? Другие случаи неправильной задержки можно также легко найти. Вы можете найти много неправильных временных промежутков передачи с Аполлона-17. Мне эта миссия особенно нравится, так как она полна ошибок и сюрпризов. Мы можем отыскать ошибочное время передачи даже в начале миссии Аполлона-17. Время старта 118.14.22. В транскрипте есть диалог. Паркер, Эй, 17-й, мы видим вас, видим Сернон, правда? Замечательная крошка, забирайте. Надеюсь, теперь она движется. Паркер, так и есть. Сернон, надеюсь, она движется. Ты сам узнаешь. Это звуковая диаграмма диалога. Она занимает около 13 секунд. Если проанализируем, мы увидим следующие фразы. Первая. Паркер говорит. Эй, вы хэвэвэпикча, 17-й, вы хэвэпикча. Два. Сернон отвечает. You have, но слишком быстро. Меньше, чем через полсекунды после окончания речи Паркера. Фактически он отвечает, как если бы Паркер был рядом с ним в той же комнате. Три. После небольшой паузы Сернон продолжает. А, beautiful, babe. It's all yours. I hope it moves now. Четыре. Паркер отвечает. It does. Пять. Сернон наконец говорит. I hope it moves. You'll find out. Но снова вскоре после Паркера. Теперь вы можете сказать. Паркер повторяет дважды фразу. We have a picture. Может, Сернон не ждал, пока Паркер закончит говорить? И ответил на первый раз. Но даже и в этом случае он слишком поспешил. Так как между концом первого, выхивая пикча, зеленая полоска, и началом ответа Сернона, голубая полоска, прошло всего 1,8 секунды. Все еще меньше минимальной задержки, 2,5 секунды. Даже если он ответил на первое, выхивая пикча, он должен был бы ответить секундой позже. Есть еще пример слишком быстрого ответа Шмидта. В момент 168, 32, 35. Паркер говорит. Хорошо, понял. Но мы бы хотели, чтобы вы уже уходили. И после паузы. В случае, если ты не понял. И Шмидт немедленно отвечает. Я понял. Это очевидный ответ на вопрос. В случае, если ты не понял. Звуковая диаграмма диалога. Длительность примерно 7,5 секунды. Если проанализируем, мы увидим следующие фразы. Первое. Паркер говорит. Окей. I copy. I understand. Два. Затем Паркер говорит. But we'd like you get you going. Три. И после паузы Паркер говорит. In case you didn't get the clue. Четыре. На что Шмидт отвечает. I know. Но настолько быстро, что его ответ приклеивается к концу фразы Паркера. Очевидно, что нет ни малейшей задержки. Они могли бы быть рядом друг с другом. Я обнаружил пример странного случая в передаче «Аполлона-17» в момент 169-22-00. В транскрипции Паркер говорит Сернону. Я вижу, из-за чего у тебя возникает звук бегущей воды, Джин. И Сернон отвечает. Боб, я уже понял. И я в режиме авто. Всего 30 секунд назад. Звуковая диаграмма диалога. Длительность чуть меньше 9 секунд. Если проанализируем, мы увидим следующие фразы. Первое. Паркер разговаривает с Серноном. Два. Бип. Три. Мы слышим эхо голоса Паркера. Четыре. Сернон отвечает с нормальной задержкой. Пять. Наконец мы слышим двойной бип. Голубая линия показывает окончание голоса Паркера. А зеленая – конец эхо голоса Паркера. Между ними должна быть задержка передачи к Луне и обратно. Не меньше 2,5 секунд. Но если измерить на диаграмме, обнаруживаем всего 2 секунды. Определенно меньше, чем нормальная задержка. Я отметил красные линии, где должно находиться окончание эхо голоса Паркера. Зеленая полоса. На самом деле, дело не в том, что эхо голоса Паркера имеет неверную задержку. А в том, что окончание речи Паркера отсутствует в эхо. Отсутствует примерно полсекунды в эхо. Передача, очевидно, была обрезана до того, как Паркер смог закончить свою фразу. Эхо возвращается через микрофон астронавтам. Это значит, что Сернон не мог слышать окончание фразы Паркера. Он слышал только то, что мы слышим в эхо. Но Паркер назвал имя Сернона только в конце фразы. Так что Сернон не мог его слышать. Как мог Сернон знать, что Паркер обращается к нему, а не к Шмидту? Кроме случаев, когда астронавты отвечают слишком рано, имеются смешные случаи, когда они начинают отвечать слишком рано, а Хьюстон их поправляет. И они повторяют ответ в правильное время. Первый случай, найден в момент 142-49-05, миссии Аполлон-17. В транскрипции следующий диалог. Паркер говорит. Окей. И Джон Янг предлагает, чтобы мы проверили это сейчас, пока ты здесь, чтобы убедиться, что оно крепко держится. Как зажимы, так и лента. Сернон отвечает. Да, это у меня в списке. Звуковая диаграмма диалога. Длительность примерно 12 секунд. Если проанализируем, мы увидим следующие фразы. Первое. Паркер разговаривает и говорит что-то Сернону. Второе. Сернон начинает отвечать, но отвечает менее чем через одну секунду после того, как Паркер закончил говорить, и не заканчивает фразу заметно сконфуженной. Три. Тихий голос в фоновых шумах говорит. Wait, damn it. Обожди, черт побери. Чтобы напомнить Сернону, или скорее актеру, играющему Сернона, что он должен обождать обусловленное время передачи предответом, и что он начал отвечать слишком рано. Четыре. Сернон отвечает опять. В этот раз после правильной паузы. Интересно, что астронавт отвечает слишком поспешно, и становится очевидным, что ему нужно думать о паузе перед ответом, что не всегда происходит в разгаре дискуссии. Я обнаружил еще один пример слишком скорого ответа астронавта и коррекции Хьюстона, даже более смешной, чем предыдущий. В момент 169-28-09 миссии «Аполлон-17». В транскрипции Паркер разговаривает со Шмидтом и говорит. «Подтверждаю. У нас в ровере также есть SCB-3 с образцами с ровера в нем. Если у тебя есть какие-то...» «Да, у тебя сегодня есть несколько из них». И Шмидт отвечает. «Нет, мы опорожнили их в пятый». Звуковая диаграмма диалога. Длительность примерно 11 секунд. Если проанализируем, мы увидим следующие фразы. Первая. Паркер разговаривает со Шмидтом. Два. Шмидт немедленно начинает отвечать, но говорит только «уи» и останавливается. Третья. Хьюстон напоминает ему, чтобы он подождал задержку передачи. Четыре. Шмидт снова начинает отвечать, но опять слишком рано и снова останавливается после произнесения «уи». Пять. Хьюстон предупреждает Шмидта, что он все еще слишком быстр с задержкой передачи. Шесть. Наконец Шмидт в этот раз произносит ответ полностью с правильной задержкой передачи. На звуковой диаграмме я выделил два ранних ответа Шмидта серым цветом. Этот случай еще смешнее, чем с Серноном, потому что Шмидт поспешил с ответом дважды. Есть ли пример, где астронавт спешит три раза подряд? Не думаю. Дважды это уже подвиг. Хьюстон, Хьюстон, вы слышите меня? Да, Бас, мы хорошо тебя слышим. Эй, мы не наблюдаем задержек в передаче. Твой голос гораздо быстрее скорости света. Крутятся огромные планеты, далеко раскиданы в пространстве, чтобы уловить немного света. Крутятся планеты, словно станция, Видят только издали друг друга. И мерцают, подавая знаки. Ночь, одна им верная подруга. День их господин один во мраке. День их господин один во мраке. Я Юпитер, подождите, Не уходите, летите, Любите, А я как нибудь. Мне не жаль туманных исполинов, Каменистый берег их пустыни. Тот, кто важнее им себя любимых, Тот, кто так далек, сам в том повинен. Так и мы с тобою, как планеты, Далеко проносимся в пространстве, Чтобы уловить немного света, Наблюдая путь межзвездных станций. Земля, земля, я Юпитер, Вы не спите, еще не спите, Смотрите, смотрите, Исчезает млечный путь. Земля, земля, я Юпитер, Подождите, не уходите, Летите, Любите, А я как нибудь. Тот, кто так далек. Тема, А я как нибудь. Исчезает млечный путь Земля, земля, Я Юпитер, Вы не спите, еще не спите, смотрите, смотрите, убегает млечный путь земля. Летите, любите, а я как милю. Субтитры сделал DimaTorzok